Привет, что скажешь о Булзая? Да че так он, радарщик, макросник какой-то. Это в каком плане, может просто хорошо играет? Да ты зайди на его стрим, там все сразу станет понятно. А я и зашел. Хладнокровность, расчетливые действия и быстрая реакция на изменения ситуации. Зайдя к Булзаю, я увидел именно это. Четкое понимание, куда может пойти противник, ну и хорошее им. Можно подвести итог, что главное просто выучить карту и постоянно тренировать навыки стрельбы. На этом всем спасибо и до скорого. Но вы ведь пришли за чем-то большим, не так ли? Я учел прошлые ошибки и поэтому решил разделить ролик на три тематические части. В конечном итоге это поможет нам не только ответить на сложные вопросы про игровые принципы, но и разобрать особенности игры самого Булзая. Начнем же как обычно с фундаментальных знаний. Прежде всего нужно сказать, что данный ролик не несет в себе негатива, презвятой критики или наоборот восхваления. Вся моя задача показать основу стиля игры того или иного человека и попытаться перенести все это в визуальную составляющую ролика, чтобы было понятно всем. Стоит отметить, что приходится делать практически невозможное. Очень тяжело понимать концепцию действий того или иного игрока именно в Таркове. Все же это не Counter-Strike, где волей-неволей можно выделить не только уникальные действия или интересные раскидки гранат, но и общий стиль игрока в защите или атаке. Но начнем по порядку. Те, кто хотя бы раз присутствовал на стриме Булзая, знают, что он никуда не спешит. Выражается это в сидящем геймплее, когда приходится некоторое время даже не издавать звука. Те, кто не особо слеет за игрой, с первого раза не поймут, что происходит. А ответ на поверхности. Он просто слушает, где происходят стычки и есть ли у него рядом противник. Казалось бы, Зерван, ю-моё, мы это слышали уже раз пять на всех твоих роликах. А я отвечу, что даже этого оказывается мало, потому как многие продолжают совершать действия, которые максимально раскрывают свое присутствие. К примеру, наиболее частый случай хорошего решения – переход на шаг при заходе на ключевые объекты. Наш бег слышен примерно в два раза дальше обычного шага. Есть ли уверенность, что к нам не успеет подготовиться противник внутри? А вот уже заняв позицию, можно время от времени прислушиваться, что происходит вокруг. Да, в Таркве нужно быть начеку, но подготовиться к бесшумным ниндзя просто невозможно. И здесь нам на выручку спешит статистика, куда же без неё. Разберём на примере любимой карты Боузая – Берег. На карту загружается от 10 до 13 человек. Возьмём потенциальный максимум. Пока мы несемся в сторону нашего санатория, слушаем, что происходит вокруг. Сколько выстрелов было сделано и из какого оружия. Где сейчас происходит стычка между ЧВК. Сколько ещё свободных от боя игроков. Всё это наша информация, которую мы получаем, просто слушая местность вокруг. Таким образом, вместо 13 человек, мы уже можем считать, что в санатории будет 5 или 6 ЧВК, включая нас. Прибавим сюда разной скорости занятия позиций от спавна, и уже можно ориентироваться на определенное число. Нисколько не удивлю вас, если скажу, что подобными вычислениями машинально занимаются все игроки хорошего уровня. Самый же момент столкновения с ЧВК тоже обладает своими правилами по снаряжению и стрельбе. Сам Булза неоднократно повторяет, что наиболее правильная позиция игрока, который зашёл выжить, это хорошо одеться. Лишняя пуля, полученная в пылу сражения, может быть фатальной. Случайная же прилетевшая в голову и вовсе сразу отправится в схрон. Можно сколько угодно говорить, что мета это плохо. Но именно мета на данный момент и спасает нашего персонажа. Касательно стрельбы есть несколько особенностей, связанных с самими игроками. Большинство при виде противника начинают стрелять в область груди, попадая либо в саму грудь, либо живот и руки. Сложно привести статистические данные от самих разработчиков, но даже по собственным ощущениям могу сказать, что система голова-глаза не является единственным вариантом исхода. В большинстве случаев мы отправляемся в схрон с дырками именно в грудной области. Пока что это небольшая информация к размышлению, ведь дальше я готовлю большой ролик про медицину и попадание в Таркове. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить его выход. Подведём небольшой итог данной части. Булзай старается наиболее безопасно получить информацию о противниках рядом с собой. Иногда это выходит случайно, но чаще представляет собой элемент холодной аналитики. Перейдём к самой тяжёлой части ролика. Я не раз говорил, да и можно часто услышать от других, что есть агрессивный стиль игры и пассивный. Но теперь мне кажется, что между ними можно добавить пункт неожиданный, про который мы и будем вести речь. Что делает герой нашего ролика? Он слушает и ждёт. Что делает, когда встречает противника? Действие, которое его оппонент не ожидает. В этом и заключается успех его игры. Эффект неожиданности можно достичь разными способами. Как простой пример, знание локации и всех закоулков, чтобы правильно уйти из-под прицела и появиться в новом месте. Здесь не требуются особые навыки, достаточно просто изучить карту и понять расположение комнат, различных путей и скрытых проходов. В момент перестрелки же, в случае невозможности быстро устранить цель, менять свою позицию и путать противника своим новым появлением. Большинство игроков, как бы мы ни думали, любят агрессивную игру. Увидев противника, они будут преследовать его как свою добычу. Ведь если оппонент скрывается и боится вылезти, значит ему страшно, думают они. Но именно в этом и заключается главная ошибка. Ведь оппонент может занять более выгодную позицию, о которой неизвестно, и открыть огонь заранее, полностью дезориентировав противника. Подобные действия в лице Булзая мы время от времени можем наблюдать и сами. Зачем бежать вперед, когда противник сам идет в наш прицел? Зачем выжидать подходящего момента, когда можно просто обозначить себя и заманить врага в свою ловушку? Обязательно подумайте над этим. Безусловно, есть и обратные моменты. Многие именно их и называют агрессивным геймплеем. Но здесь все может быть не так гладко. Ведь мы все совершаем ошибки. Ввиду неправильного определения местонахождения противника, или просто переоценив свои силы. Предлагаю разобрать одну ошибку Булзая, которую он сам допустил по обоим пунктам. Итак, развязка. Мы успешно защитили техноспектр на первом этаже от большой группы лиц. Успешно зарядили наши магазины и вдруг услышали бег со стороны Расмуссона. Однако помимо него были еще шаги, дальше по направлению к эскалатору. Значит противника два. Решаем использовать резкие действия и успешно устраняем первого. Далее убеждаемся, что второй все еще в стороне Расмуссона. И мы его прекрасно слышим. Полностью подготовившись, прослушав дополнительную местность, выходим на осмотр. Открывается огонь в нашу сторону. При быстром развороте Булзай не мог не отметить какая линия стрельбы у противника. Продолжаем искать оппонента глазами и подходить ближе. Но выход из другого угла оказывается роковым, ведь и наш оппонент сменил позицию и уже мог контролировать участок. С одной стороны, все действия были сделаны правильно. Однако мы попали в схрон без всего снаряжения. А значит необходимо разобрать, что было не так. Наибольший фактор сложности здесь представляет освещение и зоны видимости. Выходя на открытую и освещенную область, по нам крайне просто работать. В то время как противник занял темное пространство и увидеть его гораздо сложнее. Откатимся назад до финальной подготовки к последнему выходу. Самое главное, что мы упустили, это то, что в карманах было три гранаты. Почему бы их не использовать? Мы не понимаем местоположение противника, но явно видим направление его выстрелов. Бросив хотя бы одну гранату, мы могли бы заставить его сменить позицию, а следовательно услышать его перемещение. Затем, раз уж нам так нравится, подойти ближе и расправиться с ним. Второй вариант, отступить назад и обойти с другой стороны. Плохо ли отыграл Булзай в своей ситуации? Вовсе нет. Скорее немного недоиграл. Но прикрываться такой фразой любому игроку я не рекомендую. Для примера, в этом же рейде Булзай отправил изучать свои ошибки сразу шестерых чувака. А уже в дальнейшем, в этот же день, игра у него шла с наименьшим числом ошибок. Вопрос, который я могу часто услышать, звучит так. Что нужно делать, чтобы играть как Булзай? Но здесь нужно понять простую, но главную истину. Чтобы играть как Булзай, нужно быть Булзаем. Он начинал свою стримерскую карьеру более пяти лет назад. Долгое время в Rust, переход в PUBG, поднятие своего уровня медийности и закрепление себя как хорошего игрока. Apex, Battlefield, Warzone и еще много других шутеров. Уверены ли вы, что вы сможете за 10 минут научиться играть так же и повторить все то, что делает он? Понять концепцию его игровых действий? Многие до сих пор считают, что единственная его сила это радар, которым он пользуется в каждой игре. Но почему же тогда он не имеет 100% винрейт? А, ну да, чтобы не палиться, совсем забыл, да. Заходя в игру впервые, мы абсолютно не понимаем, что происходит, и любые сложности нас пугают. Управление, случайные выстрелы, чувство страха за свое снаряжение. Но со временем это все становится простым для восприятия. Мы начинаем видеть лучше, ориентироваться в пространстве и рассчитывать ситуации значительно быстрее. Все это и является игровым опытом, который нарабатывается не только частой игрой, как многие могли бы подумать. Основа здесь это освоение разных знаний и умений, о которых я еще не раз расскажу. Если ролик был интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Не забывайте, что и я провожу трансляции на своем твич канале. Буду рад там с вами пообщаться. Удачных рейдов! Субтитры создавал DimaTorzok